так значит мы с владимиром здрасте друзья это про театр передача мы с владимиром решили рассказать вообще пообсуждать что в чем ценность вот этого психологического вот как как ты сказал то что ты прочитал как расстановки психологические что но ты сказал вот я прочитал на сайте там было написано это психологии и коучинг и психологический тренинг и там что-то что-то и все было вообще сложно даже представить театр ты приходишь там садишься на стульчик на откидной там смотришь чехова какого-то да люди там по тексту фигачат сейчас когда сделали вот это упражнение ты все это время занимался и не понимал чуть-чуть понимал но не доходило до конца не доходило там какие-то кусочки такие были такое то что то вот когда происходит вот такая какая-то вещь это вещь еще готовым потому что если вот например человек приходит и ты с ним сразу начинаешь такое делать то он просто но не врубится что-то слишком странно нужно еще смелость большая чтобы вот окунуться в глубины своего подсознания конечно но вообще это конечно эпично потому что происходит делаешь какие-то вещи которые в обычной жизни не делаешь что-то пошел в булочную захлевал пришел славашовый сидишь вот а тут ты делаешь какие-то совершенно необычные вещи и происходят какие-то необычные результаты перестановки в голове да 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 и в жизни потом перестановки происходят то есть как бы вы здесь пробуете что-то новое а потом у вас начинает по-другому это новое в жизнь просачивается это же эпично потому что где мы еще в жизни то такое сделаем а как вот до людей теперь это донести чтобы вот это было давай давай поиграем в такую игру я буду человек а ты мне больше рассказывать я буду задавать тебе человеческие вопросы да да ну чё расскажите что вы там делаете вообще а ну вот вы придете да да в театр и вы будете раскрываться у нас на специальные упражнения у нас там есть разогрев потом то и все ну а нафига мне раскрываться ну потому что вот вы вообще как в жизни в своей ну в счастливую вообще хорошо комфортно да мне нормально не хуже других знаете ли так не хуже других на а вот знаете что он как бы вроде все не хуже других но есть вот какие-то люди которые прям более такие веселые более такие творческие с которыми приятно реально находиться у которых там больше девушек больше эмоций они там все такие на позитиве всегда вот есть у вас такие знаковые нет то есть у вас все вот прям такие все как вы некоторым еще хуже чем мне даже то есть вы еще неплохо держусь я еще неплохо держусь да ну а вот например вы видели там в инстаграме может каких-то таких людей да я не верю в это мне кажется это показуха все показуха все врут все врут да ну а вы хотели вот тоже так классно врать нет надо быть собой не суровый но вы видите жизнь какая так ну то есть вы точно уверены что нету в инстаграме точно уверен это есть люди у которых больше денег но это не делает их счастливее то есть все даже с деньгами несчастные ну не то что несчастные но они тоже не удовлетворены как я просто я не удовлетворен у меня еще и денег нет да они не удовлетворены но у них деньги есть но это вся разница вы когда были там ребенком вы как вообще себя чувствовали да у меня тяжелое было детство меня били и все равно и вообще никакого обижали ну а вообще было у вас в жизни когда-нибудь когда вообще кайф было все хорошо отлично чувствуешь что такое случилось вообще супер было ну на день рождения подарили игрушку ну вроде было получше но потом все равно произошло дерьмо меня наказали и в угол поставили и вот прям ничего в жизни не было такого прямо уж совсем обалдеть хорошего да ну а вообще вы как бы все равно верите что что-то хорошее может быть нет? да я уже не знаю мне уже так много лет я уже не верю но раньше вот как-то было у вас какое-то ощущение что что-то такое может быть еще ну у меня была какая-то вера что что-то еще может случиться но сейчас у меня уже такой веры нет я думаю что ну вот так все и будет до самой смерти вот это потяга ну а вот вера у вас была а вы что делали это чтобы у вас что-то стало хорошо? да все делал на работу пытался устроиться курсы какие-то проходил что-то делал ничего не помогло но это самое может быть просто ну не в работе это дело то не в работе счастье может быть потому что если все делают одно и то же все ходят на работу все курсы проходят и все несчастные значит наверное надо что-то еще другое делать ну я не знаю что делать вот так вы приходите к нам а что мы будем делать? а мы будем учиться быть счастливыми а каким образом? а вот вы придете я кучу курсов прошел там тоже говорят платите деньги мы вас научим быть счастливым никто меня счастливым быть не научил Это все курсы вообще не про то, потому что... А вы про что? Так вы скажите, что конкретно вы делаете? Это вы сейчас говорите то же самое один в один, как все эти шарлатаны. Да, ну вот смотрите, вам, наверное, кто-то вот... Вот на работу вы выходите, вам там говорят, что вам дадут. Деньги? Да. Так, а на курсы выходите, вам там говорят, что вам дадут. Счастье. Счастье. Ну, а курсы не дали? Никто не дал. А курсы были про что? Ну, как стать счастливым? А что вы там делали? Ну, прям всякие там говорили, я счастливый, я счастливый, я люблю... Перед зерканом стояли, я говорю, я люблю себя, я люблю себя. А, писали там прощение, прощаю маму, прощаю папу. Что ты делали? Так это все же не то. А что то? Так вы скажите, что вы делаете, мать ваша? Так надо, в чем дело? Это надо, чтобы быть счастливым. Нет, ладно, подожди, давай я отвечу, чтобы ты не отвечаешь на вопрос. Да, давай. Ну, скажи, что вы делаете-то? А мы как бы вот... Не-не, ты как будто ты человек, который говорит, хорошо, я понял. Ну, вы делаете счастливый. Что вы делаете, чем вы отличаетесь от всех курсов по счастью? Что вы делаете, это конкретно? Театр отличается от всех остальных курсов по счастью тем, что он работает сразу на трех уровнях. То есть курсы по счастью, которые существуют, они либо стараются поменять ваше мышление, то есть научить вас думать по-другому, либо они стараются поменять ваше тело, например, там диета какая-нибудь, спорт, какие-то упражнения, то есть чтобы у вас тело начало себя по-другому чувствовать и вы с этим стали более счастливыми. Или меняют ваш голос, вот раскрытие природного голоса, то есть вы начинаете звучать лучше, и от того, что вы лучше звучите, вы становитесь счастливее. А театр это единственная практика, которая работает на всех трех уровнях. Вы меняете мышление, меняете тело и меняете звук. То есть мы работаем, мы развиваем фантазию, так чтобы вы могли все лучше и лучше представлять что-то, выбрать и у вас фантазия была все более и более пластичной. Мы меняем ваше тело, потому что мы учимся двигаться пластично, так чтобы ваше тело чувствовалось все более и более комфортно. И меняем ваш звук, раскрепощаем ваш звук, чтобы вы говорили, звучали, формулировали свои мысли, все более и более комфортно. И когда происходит это соединение развитого мышления, развитого тела и развитого звука, вы становитесь автоматически более счастливым человеком. И развиваться можно в этом бесконечно. Вы можете становиться все более и более пластичным на уровне тела, все более и более раскрепощенным на уровне звучания и все более и более раскрепощенным на уровне мышления. Это все, что вы бы одновременно занимались какой-нибудь супер пластика, йога, тут же бы занимались какими-нибудь вокалом и тут же бы занимались на каких-нибудь супер курсах какого-нибудь позитивного мышления. Театр это все в себе соединяет одновременно. А как моя жизнь повседневно изменится, если я стану пластичным, у меня будет такой голос, и я буду таким супер креативным. А в повседневной жизни вам всегда не хватает либо креативного мышления, либо навыка коммуникации. Потому что одно дело, вы говорите с людьми с зажатым голосом, идет девушка, а вы говорите, Здравствуйте. Она слышит какой-то голос уже зажатый, она говорит, не буду. А если ты, привет, девушка, она такая, о, блин, нифига себе, кто это? Она считывает пластику, то есть ты становишься более привлекательным человеком в целом, из-за того, что ты раскрыл свои способности. Ну, например, на работе мне дадут, как бы, там, за повышение этого. Может быть, ты поймешь, что эта работа вообще не для тебя, и ты сейчас со своим уровнем развития уже эта работа тебе не подходит. И ты смело пойдешь к шефу и скажешь, либо в два раза зарплату повышайте, либо до свидания потеряйте такого цена. И у вас будет реально уверен, что вы сейчас выйдете за порог и мгновенно себе организуете. Люди, которые у меня занимаются долго, в 90% случаев они свое дело открывают. Потому что они просто перерастают в этот найм. То есть, найм, найм. То есть, если я, например, там пойду на какой-то собеседовании, то я там всех поражу своим голосом. А если я вообще скажу, да мне нафиг ваше собеседование, я вас сам буду собеседовать, потому что... Да, скорее всего, вы организуете собственное собеседование, потому что уже с таким уровнем развития заниматься, плясать под чужую дудку уже просто не, как сказать, не по рангу. У вас же масштаб личности вырастет. А вот если у меня, например, жена пилит там дома, мне как-то поможет? Ну, то же самое. Жена это как работа. Либо жена вам не соответствует, либо она меняется. Либо вы говорите, слушай, еще раз меня пиленешь, все. Ну, то есть, вы... Я позвонил. Вы начинаете свои, да, обычно человек как-либо пилит жена, он думает, ну, а кто меня возьмет, а кому я нужен, ля-ля-ля-ля. То есть, у вас растет самооценка, и, соответственно, то, что вам не подходит, оно из вашей жизни исчезает. Да, то есть, вот эти друзья мои, с которыми там пилоты бухаем каждую неделю, это за... Да, тебе станет с ними скучно, потому что у тебя мышление развелось уже, а они остались на том же уровне мышления. И ты слушаешь, что они говорят, и такой, ну, это мне уже не подходит, это уже не моя, как бы, не мой уровень. Просто растет твой уровень. И автоматически получается, что чем выше у тебя уровень, да, тем выше у тебя уровень жизни, и тем быстрее отваливаются все, кто не твоего уровня, а те, кто твоего уровня, наоборот, притягиваются. То есть, театр – это инструмент повышения твоего уровня во всем. Да, ну, конечно, да, но это звучит, вот как, я не знаю, как, ну, да, ну, как секта. Ну, там не секта случилась? Да, секта. Сектовые секты, да? Так, а квартиру надо продавать, чтобы к вам прийти? Не, ну, скоро надо будет. Сейчас пока еще есть одно, значит, просто за деньги пойти. Да, да, да. Но по мере того, как наш уровень вырастет, мы станем еще более элитарными сектой, уже придется квартиру продать, уже будет столько стоить, что придется квартиру продать. Понятно, так надо успевать. Ну, это будет, надо, во-первых, успевать, но с другой стороны, это уже тоже будет фигня, потому что ты продашь квартиру, а купишь 10. 10. Поэтому это будет выгодно, это не продать, это называется инвестировать. Ну, а чем вы отличаетесь вот от всех этих курсов тем, которые вы тоже обещаете счастье все-таки? Ну, я так, я уже сказал, что мы работаем на трех уровнях, да, мы человеком задействуем максимально все, чем он является. Это, как бы, самая быстрая и мощная перестройка всего, самое эффективное, что может быть. То есть, вот это там писать на бумажке и клеить. Писать на бумажке, это ты работаешь с мышлением. Да, да. Йога или какие-нибудь там танцы, или а-ля, там динамические медитации, или паоши. Да, да. Это ты работаешь с телом. Да. Открывать голос, там, звучать. Это ты работаешь со звуком. То есть, что-то одно. А тут ты работаешь одновременно, да, и все на одну тему. Например, ты работаешь со своим там состоянием успеха, ты можешь двигаться как успех, представлять успех и звучать успех. И тогда твоя нейронная система перестраивается в три раза быстрее, потому что ты все, чем ты являешься, направляешь на одну тему. Концентрация приложения усилий другая. То есть, это как, когда у тебя в машине все колеса спущены, одно ты поменял, а машину не поменял. А машину сегодня не поменял. Да, совершенно верно. А нужно все колеса поменять одновременно. Да, да, совершенно верно. Понятно. Генератор. Спасибо большое. Вам большое спасибо. Так что квартиру пока это... Да. Так что квартиру пока это... Да. 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 Так что квартиру пока это... Да. Продолжение следует...